У свалки возле села Зеленино вновь неспокойно. С момента последнего приезда нашей съемочной группы полигон сильно раздался, как в рост, так и вширь. Группа активистов снова вышла на охоту за грузовиками из других регионов, но в этот раз, обычно забитая до отказа и от этого уже порядком разбитая, дорога почти пуста. За исключением вот этого прицепа. Номера тверские, хозяин авто окопался на территории свалки и выезжать категорически отказывается. Тем более, что к месту уже подтянулся наряд полиции. Впрочем, и бежать-то ему некуда. Прицеп подотчетный, а в данный момент еще и своеобразный вещдок. На протяжении уже большого времени московские машины сюда затаскивают мусор так называемый. Они его хотят обозвать ТБО, но здесь везутся всевозможные отходы, так скажем, и пищевые отходы, и отходы от конфиската. Запах в деревне жуткий. Особенно во влажную погоду утром или вечером. Люди у нас там есть и астматики, поэтому дышать им трудно. Касается это и здоровья. Ну и претензии, в принципе, я думаю, самые главные претензии – возят мусор из Московской области. Не может такая гора мусора за два года вырасти и оказаться вот таким араратом. О том, что мусор на полигоне не местный, активисты повторяют без устали уже год. Не то, чтобы им никто не верил, но реакция и властей, и правоохранителей была более чем скромная. Вернее, ее не было вовсе. А нарушений здесь всегда хватало. Вот, пожалуйста, июль прошлого года. Ситуация один в один, как сейчас. Прямо у въезда на полигон уже другой мусоровоз оставил прицеп с все теми же владимирскими номерами. А сам отправился вываливать привезенное. Вот просто посреди куч. На выезде его, разумеется, встретили местные. Понятно, что активисты – лица неофициальные, документы им можно и не показывать. Но вот прибывает наряд ДПС. Машина зарегистрирована на частное лицо. Вот. На него? Нет, на него. Откуда эти смешанные отходы? Машина не производится. Постойте. На фирму. А где машина зарегистрирована? В Владимире. В Владимире. Вот тебе и сказано. Вообще-то, стражам порядка водители обязаны предоставить документы. Но вдруг, оказывается, на груз их нет вообще. Дескать, все накладные оставил охранникам полигона. Вот, идите сами и берите. Я не пойду туда. В откуда? Туда я не заходу. Я сейчас дежурку позвоню, у вас арестуют. Да, это, как… Короче, там, из-под Москвы. Фирма там, это… Ну, из-под Москвы. Я же говорю, вон еще одна машина. С Южно-Портовой улицы? С Южно-Портовой улицы привозите? Нет. Откуда? Еще там, как она, на Рязанке. Вот вам прямая речь. Получается, из Москвы все-таки машины тоже сюда приходят. И не только из Москвы. Давайте спросим у водителей других машин. И вот странность, у этих товарищей тоже нет накладных. Как сейчас, без документов будете заезжать на данную территорию? У вас примут груз без документов? А как его должны принять без документов груз? Что он там везет? Вот, спрашиваю. По всем правилам и нормам, наши законодательства не должны принять. На каком основании? Они у него при себе. Он их просто отказывается предоставить. Вот и все. В этом случае, в отношении него, должен быть составлен протокол об административном правонарушении. Это все. Вот только лишь административным правонарушением здесь не пахнет. А вони здесь вполне себе на уголовную статью. Кто и как проверяет приходящий на Зеленинский полигон мусор, вообще мало кто представляет. Это полигон ТБО. Никаких пищевых отходов здесь быть не должно. Как и радиоактивных. А чем черт не шутит? Документики-то отсутствуют. Тем более, что ложь здесь похожа в порядке вещей. Помните, мы ловили на слове местного хозяина свалки Олега Генералова? Вот он, этот момент. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никакой Москвы у нас, ничего у нас такого здесь нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет. У нас только с Рязанской области. А теперь давайте спросим у Олега Генералова то же самое прямо у мусоровоза с Владимирскими номерами. Увидев нашу камеру, он сначала от нее прятался, а затем выдвинул свою версию. Да, фирма «Экологик» приобрела машину. Вот на 30-30 номерах. Сейчас идет переоформление. Мусор должен возиться. Из-за того, что из-за них останавливать вывоз мусора из Касимовского района, это просто несерьезно. На этот раз своим присутствием хозяин мусорки нас не осчастливил. Зато, похоже, прислал подручных. Вот эти парни в наглую снимали на камеру телефона номера машин всех возмущенных жителей. Не исключено, что с целью оказания дальнейшего давления. Впрочем, увидев, что их тоже снимают, оконфузились. Фотографируйте. Ну что, стесняешься-то? Вот с ним тоже, наверное. Ходил, фотографировал все госномера автомашин. Скорее всего, для того, чтобы оказывать давление на жителей. Да, кто приехал. Лишь лежащих сел, которые здесь вот являются. Стражи порядка, к слову, обоих молодчиков увезли в отдел. Этот эпизод обстановку только накалил. Начали звучать лозунги. Если меры приняты не будут, собираем подпись со всех окрестных деревень. Вот это вот все мы описываем. Все вот эти вот ответы, все. И отвозим Путину. Найдем. Даже не по почте. А я давно. Мы туда отвезем прямо в приемную. Вот имейте в виду. Кстати, за подписями дела не стало. Прямо в полицейской машине активисты составили коллективное обращение в полицию. Подписывали прямо на месте. А где же прокуратура, спросите вы? Неужели не обращала внимания все это время? Обращала. И даже год назад проводила комплексную проверку забором проб. Действующий на тот момент прокурор района Илья Максимов был настроен решительно. Была принята мной инициативная группа граждан местных населения, которая также обратилась к нам с жалобой по вопросу утилизации здесь мусора с московского региона. На данный момент мы будем проверять непосредственно соблюдение требований законодательства, как брать образцы, проверять, имеются ли здесь захоронения радиоактивных отходов. Ну и параллельно посмотрим на организацию захоронения. Но потом вдруг оказалось, что пробы были взяты неверно, их забраковали, а сам прокурор Илья Максимов оказался в Магаданской области. Официально пошел на повышение. Новая проверка пока что только в мечтах активистов. Но надежду на правовой исход противостояния с полигоном зеленинцы не теряют. Хотя готовы перекрывать дорогу для мусоровозов из других регионов хоть каждый день. А еще они рассчитывают на помощь нового в Рио губернатора. Если, конечно, информацию до него доведут в полном объеме. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».